Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Прошлое Ксении Задойновой может стать яблоком раздора в ее отношениях с Александром Задойновым. Так, бывший молодой человек готов забрать Ксюшу с проекта и от мужа. И, судя по всему, у него есть определенный опыт по этой части. На семейном совете Ксении пришлось признаться в том, что несколько лет она была содержанкой. Богатый любовник задаривал ее подарками и дал неплохой старт в жизни. Однако теперь сама Ксюша считает их отношения больными. Кроме того, 36-летней избранницы Саши Задойнова совсем не стыдна за прошлое и свой статус содержанки. По словам участницы «Спаси свою любовь», они с Алексеем, именно так зовут молодого человека, расходились и снова сходились несколько раз на протяжении 7 или даже 8 лет. Леша с легкостью уводил ее из других отношений, не оставляя соперникам ни единого шанса. Впрочем, девушка уверена, на этот раз у него ничего не получится. Многие зрители реалити-шоу отрицательно относятся к персонажу Николая Должанского, который умело входит в образ хедлайнера, исполняет трюки, а потом также ловко становится обычным человеком, спокойным, рассудительным и плюс ко всему выше на голову своих коллег. Надоел? Есть такое, но есть и свои плюсы от нахождения Коляна на проекте. К примеру, он умело и деликатно ставит на место топчиков. В начале эфира «Спаси свою любовь» Роман Капаклы опозорился как ведущий из-за шуток Должанского. Капаклы начал семейный совет с разбора отношений в треугольнике Кати, Коли и Селены. Рома пытался добиться от Должанского ответа на вопрос. Коля принял назад Катю и отверг Селену ради конкурса с призом 100 тысяч или по другому поводу. Николай отвечал витиеватом. Половину его слов Капаклы не понял, половину выслушивать не захотел. Нездержанный Роман перебил Николая и попросил его ответить. По какой причине Катя вернулась обратно? Отвечай прямо, я приемлю только да или нет. Коля ответил да. Как ведущий поставил вопрос, так Коля и ответил. И все начали смеяться, потому как вопрос Романа был задан некорректно. Капаклы попал в собственный капкан, говоря по-народному опростоволосился. Это еще никто не указывает ему на ошибки в речи, а просто намекнули на несуразность мыслей новоявленного ведущего. Ни для кого не секрет, ради любимых дочерей и внуков Татьяна Владимировна Григоревская пожертвовала своей личной жизнью. Вот уже почти два года, как женщина живет под камерами, во всем помогая наследницам. И это при том, что все это время ее возвращение во Владивосток с нетерпением дожидался гражданский супруг. Впрочем, в отношениях звездной бабушки поставлена жирная точка. Об этом на шоу «Бородина против Бузовой» рассказала сама Татьяна Владимировна. Подробности случившегося пока неизвестны, однако женщина не скрывает. После нескольких лет счастливой совместной жизни они с Александром приняли решение расстаться. Пока одни сочувствуют оставшейся у разбитого корыта Григоревской, другие уже сопоставили факты и сделали выводы о переменах в настроении женщины. Ни от кого не укрылась из отпуска Татьяна Владимировна, вернулась крайне озлобленной и явно не в настроении. И теперь понятно почему. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Алена Савкина в очередной раз выбрала себе в партнера и парня с трудной судьбой. Если раньше ей нравились мужчины-взрослые, но не состоявшиеся в этой жизни, то теперь взгляд молодой женщины пал на молодого человека с израненной душой. В эфире шоу «Бородина против Бузовой» выяснилось, что от Максима Колесникова отказались приемные родители. Его постоянно предают женщины и мыкается Максим по жизни от одной семьи к другой, никому не нужный. Колесников рассказал студии, что он попал в первый раз в детдом в возрасте трех лет, остался без матери. Потом в шесть лет его усыновили, но в новой семье постоянно были конфликты из-за мальчика. Приемный отец ушел из семьи, приемная мать осталась и до 14 лет винила Макса в том, что она не может из-за него устроить свою личную жизнь. Ребенок рос в неблагоприятной атмосфере, у него были различные проблемы в подростковом возрасте и вторая мама отправила его назад в детдом. Судя по тому, что пишет в социальных сетях бывшая девушка Колесникова, у него были еще одни приемные родители. Но Макс ничего не рассказывал про своих последних опекунов, видимо оставляя эту тему для следующего ток-шоу. Но сам факт того, что он оказался в семье Рапунцелей, где ей свои нормы, морали и человеческих отношений не было замечено за последние несколько лет, ему опять не повезло. Тема отцов и детей популярна на проекте, но в данном случае слишком сложна для реалити, где все вопросы решаются поверхностно и ради зрелища, а не с целью помочь участникам. В непростую ситуацию попал Максим, можно даже сказать, что вляпался в очередной раз. Он не найдет у женщин ни поддержки, ни понимания и тепла. Или есть надежда, что Колесников найдет в лице Савкиной ту заботу и любовь, о которой он мог только мечтать. Ангелина Монах попросила своего будущего мужа сделать ей приятно, ведь Степа постоянно что-то обещает Геле и не выполняет свои обещания. Женщине захотелось раскрасить свой живот и сделать фотографию на память, но такой трогательный для нее момент Степан превратил в шутку. Менщиков издевается над Ангелиной и вместо живота разрисовал ей гуашью лицо. В эфире «Спаси свою любовь», когда Степа экспериментировал над Геле, совершенно случайно выяснилось, что на телепроекте большое количество поклонников Микки Мауса. На первом месте всегда была Татьяна Владимировна, которая без ума от этого мультипликационного героя, ведь у женщины в гардеробе полно одежды с изображением забавного персонажа. Второе место можно было бы поделить между малышкой Василисой и Мариной Африкантовой, а теперь третье почетное место занимает Ангелина. Сегодня Геля призналась, что хотела бы преобразиться и предложила Менщикову нарисовать ей вместо маски зомби мордочку Микки Мауса. Но видимо Степан совершенно иначе представляет свою жену, никак не мышонка он видит, когда смотрит на Гелю. Потому как она попросила его остановиться, а Степан продолжал подрисовывать ей мешки под глазами и уродовать красками лицо. Интересный момент, Ангелина Монах видит себя мультяшкой, а Степан показывает зрителям, что она выедает ему мозг по любому поводу. Из-за этой ситуации пара поссорилась, но уже известно, что животы Степы и Геля все-таки разрисовали друг другу и сделали памятное фото. Молодая мама удивила поклонников неожиданной откровенностью. Кристина Черкасова заявила, что после родов и до сих пор принимает послед в капсулах. У нее много таких историй, как оказалось и каждая удивительнее другой. Кристина говорила, что во время схваток сидела в джакузи, а когда малыш появился на свет, она сама перерезала пуповину. На днях Кристина заявила, что после родов каждый день принимает плаценту в пищу. Она уверена, что именно благодаря этому у нее нет послеродовой депрессии. Не выпадают зубы, не крошатся ногти, не сыпятся волосы. Хотя ее пугали, что после родов будут возникать такие неприятности. Так что решение закапсулировать плаценту явно было правильным. Я закапсулировала плаценту и пила. До сих пор ее допиваю. Считаю, что она очень сильно помогла моему душевному состоянию, чтобы не было депрессий после родовых. Меня пугали, что будут выпадать волосы, крошиться зубы, ломаться ногти. Не жалею, что мы закапсулировали плаценту. Я довольна, поделилась мыслями Кристина. Пользователи объяснили, что Кристине нужно было не служить страшной истории, а поинтересоваться у мамы, как та себя чувствовала во время беременности и какие наблюдала перемены. Потому что все зависит от ген и ей явно очень сильно повезло. Кристина также заверила, что обошлась без отеков и других неприятностей, про которые ее предупреждали. В своем микроблоге молодая мама рассказывает о том, как ухаживает за малышом. Но не все поклонники считают, что она делает это правильно. По мнению некоторых, Кристине не стоило бы слишком увлекаться купанием в череде. Да и допаивать малыша водой тоже неправильно считают критики. Но Кристина придерживается того правила, что каждая мама лучше знает, что нужно ее ребенку. Влад Кадони не горюет после расставания с Ксюшей Шаповал. И дело, как оказалось, не только в том, что их роман был слишком скоротечным. По крайней мере, ранее так утверждал сам ведущий Дома 2. Не без помощи Андрея Черкасова выяснилось, кто вытеснил Шаповал из сердца Кадони. К слову, для многих, к примеру, для Ольги Бузовой это стало самым настоящим сюрпризом. Влад лично подтвердил все слухи о его любовной связи с Татьяной Светловой. Вовсе не домыслы пользователей социальных сетей. Прямо во время съемок Бородина против Бузовой Кадони признался в чувствах к Татьяне. Впрочем, сделала это скорее в шуточной форме. Да и сама Таня предпочла все отрицать. А вот Ольга Бузова, напротив, обрадовалась. Поющая ведущая искренне рада тому, что проект соединил два любящих сердца. Ни для кого не секрет, рейтинги некогда популярной телестройки стремительно падают. Впрочем, организаторы категорически не готовы мириться с подобным положением вещей. Как оказалось, уже найден способ все исправить. О грядущих переменах сообщила фолловерам Ольга Орлова. По словам ведущей, уже к концу года знаменитый Дом 2, по крайней мере, такой, каким к нему привыкли зрители, прекратит свое существование. На замену ему придет совсем другое, полностью перезагруженное шоу. Вдаваться в подробности Ольга не стала, однако в сети уже активно обсуждают возможные перемены. Зрители надеются, что с проекта заберут легкодоступных девушек и ленивых парней. Кроме того, за ворота предполагают гнать все пары, особенно с детьми, а также из числа совсем муж древних старичков. Речь, вероятно, идет о Степане Меншикове и Александре Задойнове. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.